Добро пожаловать на Богослужение Церкви Завета в городе Новосибирске. Слава Господу, драгоценные, за это время, которое мы имеем. И перед тем, как я начну эту проповедь, я скажу, что в то время, когда мы прославлялись сейчас Бога и молились, я почувствовал, как Дух Божий показал, что для некоторых из вас сегодня прийти на это богослужение было очень трудно. Было очень трудно по причине конфликта между своими близкими, между близкими людьми в вашей семье, в вашем доме. Я не буду просить, чтобы вы подняли руки. Господь знает, я хочу это сказать с одной целью. Он знает это усилие, которое вы приложили, чтобы быть здесь. Он знает те сомнения, которые дьявол приносит в этот момент, чтобы своровать то, что Бог приготовил для вас. Я хочу поблагодарить вас за вашу победу, за то, что все-таки наступая на всякие сомнения, на всякие трудности, на всякие чувства негативные, вы сегодня здесь, и давайте вас дадим Богу славу, потому что Он с нами во всякое время. И я хочу помолиться коротенько за всех вас, за всех нас, чтобы нам быть способными и говорить, и слышать. И еще то, что Дух Божий показал мне во время нашего прославления, это то, что кому-то нужно покаяться, кому-то нужно попросить прощения перед тем, как Бог сможет говорить вашу жизнь. Давайте склоним головы, поблагодарим Его и попросим прощения за то, что нужно. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты принимаешь нас во всякое время. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты слышишь нас и сказал, никогда не оставишь и никогда не покинешь. Я благодарю Тебя за ту победу, которую Ты дал каждому брату, каждой сестре, которым сегодня было очень трудно прийти сюда или включить канал ТБН. Господи, мы благодарим Тебя, мы Тебе поклоняемся и славим Тебя. Господи, мы просим Твоей милости, мы просим, чтобы Ты простил нас за всякий грех, который у нас произошел на этой неделе. Там, где мы оказались слабыми, там, где мы споткнулись, упали, Господи, мы просим Тебя, прости нас, очисти нас, Господи, перед тем, как мы будем слышать Слово. Освети нас, Господи, мы на Тебя надеемся. Мы Тебе, Господь, открываем наши сердца и просим, чтобы Ты их очистил, осветил и наполнил Своим Духом, Своей благодатью, милостью, прощением. Пусть Твое присутствие станет очевидным для каждого, Господь, кто сейчас находится на этом месте, кто сейчас смотрит прямую трансляцию. Господи, благодарны Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Сегодня утром, драгоценные братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на одно слово, которое Иисус Христос, а потом и апостолы, не один раз повторили. И я хочу обратить ваше внимание на слово «бодрствуйте». В Новом Завете это слово употребляется примерно 15 раз. И когда Иисус Христос говорил своим ученикам «бодрствуйте», то почти всегда Он говорил это в контексте ожидания, в контексте того, что Он однажды уйдет, Он однажды уйдет к Отцу обратно, на небеса, но нужно, чтобы они ожидали Его. На этой неделе многие праздновали Вознесение Иисуса Христа. На следующей неделе, в следующее воскресенье, мы будем с вами радоваться и торжествовать, и праздновать, потому что у нас будет праздник Пятидесятницы, или, как еще говорят, праздник Троицы, когда Третья Личность Божья, когда Дух Святой необыкновенным образом открылся для всех живущих на этой земле, когда Дух Святой просто сошел на учеников Иисуса Христа, и они все наполнились этой радостью, этим присутствием Божьим. Они стали смелыми, они вышли на улицу, они стали проповедовать там и свидетельствовать о том, что только через Иисуса Христа можно получить спасение. Через Иисуса Христа, который умер за наши грехи, пострадал на кресте, а потом воскрес из мертвых. Аллилуйя. Да, поэтому мы радовались этому празднику, то, что Христос вознесся обратно на небеса, но перед этим Он не один раз сказал, бодрствуйте. Однажды я приду точно так же, как ушел. Ученики, когда смотрели на небо, когда перед их глазами Иисус вознесся на небо, они стояли и смотрели так, так что ангелы пришли к ним и сказали, что вы смотрите, что вы удивляетесь. Этот Иисус, Он точно так же, как сейчас вы видите вознесся, Он точно так же однажды придет на эту землю. Он придет для того, чтобы собрать свой урожай, урожай душ человеческих, урожай тех людей, которые поверили Ему, которые открыли свое сердце для Него, которых Он спас. Он придет, и это будет известно по всей земле. Написано, что это событие будет настолько грандиозное, что все увидят Его, верующие, неверующие, все возряд увидят Его таким, как Он есть. Это великое событие, которое ожидает все человечество. Но при этом Иисус говорил, что Его пришествие будет так, что это невозможно будет почувствовать, как-то понять, просто умом высчитать, как-то предусмотреть, чтобы по-человечески просто быть готовыми. Поэтому Он говорил, бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. И вот одно из таких мест Писаний, где Иисус Христос так сказал, записано в Евангелии от Луки, в 12 главе с 35 по 40 стихи. Я прочитаю вам. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с браком, чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те». «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Конечно, Иисус использовал те образы, которые были понятны для людей, живущих в то время. Был, значит, города, нередко обносились крепостной стеной, были ворота, и там были стражи, и они должны были бодрствовать, просто охраняя город, просто смотря, не идет ли какой-то враг атаковать этот город. И стражи делились по временам. Знаете, например, вторая стража, она была, я примерно, может быть, скажу, может быть, какие-то в еврейской культуре там были особенности, но примерно это было так. То есть вторая стража была с девяти вечера и до двенадцати ночи. Потом с двенадцати ночи и до трех часов утра, это была третья стража. И с трех утра и до рассвета это была четвертая стража. И вот эти стражники, они менялись для того, чтобы бдить и, значит, наблюдать за тем, что происходит вокруг города. Так вот, Иисус использует этот образ, и Он говорит, что мы должны быть подобны вот этим стражникам, которые бодрствуют. Ну, представьте, что значит нужно было бодрствовать в двенадцать часов. Ну, в двенадцать еще ладно. Но в час, два, три часа утра, четыре часа утра, дальше. Конечно, нужно было прилагать определенные усилия для того, чтобы не уснуть. Потому что есть естественный такой момент, когда просто хочется спать. И тебе нужно приложить усилия, чтобы отодвинуть от себя это естественное. Чтобы остаться бодрствующим, необходимо приложить усилия. И, конечно, вообще для того, чтобы понять притчу, хорошо понимать вообще, почему Иисус говорил притчами. Я недавно слушал одного богослова, исследователя Библии, и он показывал такой интересный взгляд. Он говорил, что Иисус говорил притчами. Почему? Как вы думаете? С одной стороны, потому что через притчу более понятно, можно на каком-то образе объяснить истину. Но, с другой стороны, истина, точнее, притча, это некоторое иносказание. Это то, что, ну, автор говорит притчу, он что-то подразумевает, но он не говорит прям вот так вот явно и очевидно. Знаете, подобным образом говорили стихотворцы, например, Салтыков-Щедрин или Крылов. И они говорили свои басни, они говорили свои притчи, при этом критикуя пороки своего общества. Иногда критикуя даже правительство. Но так как они не говорили, это прям вот так вот явно, нельзя было их обличить в том, что они критикуют правительство. Ну, помните, например, Лиса и Сурок есть такая басня. Кто знает? Ну, никто не знает. Знаете, Сурок спрашивает у Лисы, которая пробегает мимо, кума, ты куда так торопишься? Она говорит, да ты представляешь, вообще меня оклеветали, и вот я бегу. Он, за что ж тебя оклеветали? Она, ну как? Я была, говорит, судьей в курятнике. Уже смешно, да? Судила, говорит, какая курица там права, какая не права. И вот, говорит, представляешь, оклеветали меня, что я несправедливо там как-то осудила кого-то. Говорит, Сурок, ты когда-нибудь видел, чтобы я вот так вот могла поступить? Он подумал, говорит, нет, кума, никогда не видел. Но вот, рыльца в пуху, замечал. То, что, говорит, у тебя рыльца в пуху, это я замечал. И вот, понятно, глубокий смысл, понятно, потрясающая критика, но вот так вот не уловишь. Знаете, Иисус, если посмотреть внимательно, как Он начал говорить притчами, то Иисус начал говорить притчами после того, когда иудеи стали составлять заговор, чтобы убить Его. Ну, вот, например, Евангелие от Луки, 11 глава, то есть мы читали с вами из 12 только что, а буквально перед этим 11 глава заканчивается такими словами, 53 и 54 стихи. Когда Он говорил им это, то есть что-то неприятное по отношению к фарисеям и книжникам, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь, вот так вот подкапываясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. Поэтому Иисус, имея на себе мудрость Божью, Он говорил не так вот просто, иногда и нередко, Он говорил притчами. И для тех, кому нужно было понять, они понимали, о чем идет речь. Но в то же время они не могли Его вот так вот обличить, чтобы схватить и осудить тут же. Поэтому притча, это такое вот иносказание, я думаю, это поможет нам рассматривать нашу притчу, чтобы было более понятно. Итак, Иисус говорит о Своем возвращении через притчу. И посмотрите, я вижу, что Он здесь обращается к двум категориям людей. Одна категория людей, это те, которые хотят возвращения Иисуса Христа. Они любят Его, они хотят, они знают, что здорово с Иисусом, им открылось имя Божье, и они ожидают возвращения Иисуса Христа. И Он описывает их так, и Он говорит, и вы будьте подобны вот именно этим людям, будьте подобны таким людям, которые ожидают возвращения Господина Своего с браком, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить Ему. И дальше, есть чуть ниже, описывается другая категория людей. И для этих людей пришествие Иисуса Христа, это как будто вор подкапывает их дом. И я вижу, что две категории людей показывает Иисус здесь. Давайте еще одно место Писания посмотрим. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, из первого по шестой стих, я вам прочитаю. Апостол Павел теперь говорит, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Итак, две категории людей. Апостол, точнее, Иисус Христос показывает, и апостол Павел потом то же самое говорит о них же. Одни люди ожидают пришествия Иисуса Христа, хотят Его возвращения. Другие люди, они думают, что они готовы. Иисус к ним потом обращается, и Он говорит, нужно быть готовыми. Но они думают, что они уже готовы ко всему. Они думают, что на этой земле мир, безопасность, что нет уже никаких проблем. Они думают, что они приготовились, чтобы жить уютно, удобно и хорошо. Но Иисус говорит, внезапно постигает таких людей пагубо и не избегнут. То есть, они видели свою жизнь определенным образом, оказывается, все по-другому. И для этих людей Иисус очень яркую характеристику дает. Он говорит, для них мое пришествие, оно как будто вор дом подкапывает. Он говорит, для этих людей, как я появляюсь, так они чувствуют себя ущемленными, обворованными. Они чувствуют, что кто-то претендует на их права. По отношению к Богу у них такой взгляд формируется. Я вижу, что и по отношению к церкви у таких людей формируется такой взгляд. Все, что нужно сделать, где-то церковь просит в чем-то поучаствовать, и им кажется, что их обкрадывают, обворовывают. Воскресенье. Я всю неделю работал, я всю неделю трудился. Мне бы, единственный день, чтобы мне отдохнуть, в воскресенье в церковь, я трансляцию посмотрю, но это в лучшем случае. Хорошо, если еще трансляция смотрится, но когда трансляцию смотришь, сложно спать, ведь правда, поэтому если хочется спать, то все-таки человек спит. И для него вот эти призывы, что будь в церкви, это так важно, чтобы ты услышал Слово Божье, чтобы мы были в единстве, для него это как будто посягательство на его отдых. А потом на неделю еще кто-то призывает на домашнюю группу прийти. Ну так это вообще, я весь день отработал, я весь день трудился, мне к вечеру вообще еле ноги волоку, вы еще и куда-то меня предлагаете везти. И опять этот человек чувствует на себе определенное давление. А потом в субботу еще церковь призывают в Плотниково поехать, чтобы потрудиться. Ну это вообще уже, это уже просто перебор, ребята, вы что, найдите, кто вам деньги платит? Вот Василий говорит, нет, не платит. А кто? Они начинают искать, кому деньги за это платят. Никому не платят. Оказывается, все, кто едут, они едут просто для того, чтобы Господу послужить. И все, у них замыкает, они не понимают этого. Это категория людей, для которых пришествие Иисуса, для которых присутствие церкви, это как будто вор подкапывает их дом. Вор приходит для того, чтобы украсть, для того, чтобы обворовать, для того, чтобы чего-то лишить. Им кажется, что их постоянно пытаются обворовать, то во времени, то в деньгах, то еще в чем-нибудь, в свободном выборе, еще в чем-то. Этим людям все время кажется, что Бог и все, что связано с Ним, оно обворовывает их. Драгоценное, если кто-то обличается через вот эти слова, если кто-то вдруг обнаруживает себя в таком положении, в таком состоянии, то я умоляю вас, бегите к Богу, просите у Него милости, чтобы Он открыл глаза, чтобы Он дал просвещение в разуме, потому что Писание говорит, что дьявол, он, знаете, обольщает, он обманывает, он искажает разум, он парализует волю, и человек мыслит не так, как нужно мыслить, человек видит не так, как нужно видеть, ему кажется, что он обворовывается, если так, драгоценное, просите Бога милости, пока есть время, чтобы Он открыл глаза и чтобы Он показал, а что на самом деле вас обворовывает, а что на самом деле вас обогатит, потому что однажды каждый из нас предстанет перед Богом, перед тем, который создал небо и землю, перед тем, который прежде чем что-то попросить от нас, отдал самое дорогое, что у него было, Иисуса Христа, пожертвовал практически всем, для того, чтобы спасти нас из этого заблуждения, из этого рабства греховного, рабства дьявольского, Он сделал все, прежде чем Он, Он что-то попросит от нас. Поэтому просите, чтобы Господь осветил и чтобы помог прозреть, потому что Он пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, и мы это знаем. Я помню, как один человек очень горячо мне рассказывал о Боге и о том, что у Бога вообще все есть, что тебе нужно. Я был впечатлен его рассказом и уверовал. В тот момент, спустя небольшое время, мы опять сидели вместе и буквально несколько месяцев прошло, и он такой огорченный говорил, ты знаешь, я вообще жалею, что к Богу пришел. Я говорю, как так, Андрей, почему? Он говорит, ну вот раньше я жил, грешил, и вообще даже не думал и не знал, что это неправильно и что так не должно быть, получал какое-то наслаждение, удовлетворение. А теперь? А теперь хочется, а нельзя. И понимаю, что нельзя. И мучения, и даже если грешу, удовольствие от этого не столько испытываю, сколько мучения, угрыжения совести. Зачем, говорит, вообще я все это узнал? Вот такое страшное состояние у человека. И потому что у Бога на самом деле есть все, что для нас нужно. То, что у Бога есть все необходимое для нас, это стопроцентная истина. Аминь. Но это не полная истина. Полная истина в том, что мы без Него вообще не понимаем, как надо жить. Мы не то, что чего-то лишаемся, мы не знаем, как надо правильно жить без того, кто создал нас. истина в том, что Иисус хочет повести нас дальше, чем просто удовлетворение наших потребностей земных. Он хочет повести нас к тому, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы знали Бога, живого, безграничного, настоящего. Это Его план. И первое, что Он предлагает, Он говорит, пошли со мной в путь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал Ему, Я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И вот здесь не все согласны идти за Ним. Потому что Он ведет к свету. Он ведет человека к тому, чтобы служить Богу, для которого каждый человек был создан. и здесь не все готовы идти за Ним. И я замечаю, что человек, который не готов служить Богу, который ожидает только, чтобы Бог послужил Ему, он чувствует себя обворованным каждый раз, когда Бог куда-то призывает. Он говорит, пойдем со мной, пойдем со мной, у меня есть какое-то дело для тебя. И человек чувствует себя обворованным. Поэтому, дорогие, пусть Бог помилует, пусть Он откроет в это утро воскресное глаза многих, чтобы мы не оказались в категории людей, для которых пришествие Иисуса Христа это как вор подкапывает дом. Чтобы мы, даже если мы каким-то образом там оказались, чтобы мы перешли в категорию людей, которые ожидают возвращения Господина Своего. Аминь. Мы люди, ожидающие возвращения Господа. Мы узнали, что нет ничего лучше на самом деле, чем служить Богу, чем идти этот путь с Ним. Мы знаем, что нет ничего лучше, чем посвятить свою жизнь полностью и без остатка для великого живого Бога и для спасителя нашего Иисуса Христа. На самом деле Бог хочет послужить. Но я хочу напомнить вам то, что мы прочитали в самом начале в этой притче Евангелия от Луки 12 глава. И вот какой порядок здесь. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Будьте людьми, которые ожидают Бога. Будьте людьми, которые заняты тем, чтобы услышать, почувствовать, когда он идет. Чтобы как только он приближается в какой-то ситуации тут же отворить ему. И вот взгляд Божий на нас. Послушайте. Блаженные рабы те, которых Господин придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припаяшется, посадит их и подходя станет служить им. Вам не напоминает это никакой образ, который мы видим в Новом Завете? Когда Иисус написано снял с себя верхнюю одежду, припоясался, взял какой-то тазик по всей видимости, взял полотенце и стал подходить каждому ученику и умывать ноги. Это самая низшая рабская работа, которая была в то время. Умывать ноги тем, кто приходит. Иисус сделал это. Он умыл ноги каждому из своих учеников. Он показал, что на самом деле Он настолько сильно любит. Написано, что делом показал, насколько Он любит, насколько Он хочет послужить. Но порядок здесь не таков, что мы сидим и ждем, когда Он послужит нам, Господи, мы ждем, мы молимся, чтобы Ты послужил нам. Порядок здесь таков, что сначала мы ожидаем, сначала мы живем в ожидании Господа, в служении Ему, и потом приходит Господь, видя это, и служит нам. Вот такой порядок и никакой другой. Истинно говорим, Он припаяшется и посадит их, и подходя станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. И вот у меня мысль здесь. Я думаю, что Иисус взял самый понятный образ для тех учеников, которым говорил, чтобы описать, как Он будет приходить. Но Он хотел, конечно, рассказать не о том, как какой-то господин возвращается с брака. Он хотел рассказать ученикам, как Он будет участвовать в их жизни, как Он будет приходить. И что я здесь вижу? Я вижу, что Он приходит не один раз. Мне это так нравится. Он приходит не один раз. Конечно, мы понимаем, однажды будет это великое событие, когда Он придет, и все увидят, что Он придет, и тогда Он заберет свою невесту с собой. Да, это будет однажды, это будет единожды, и навсегда. Написано, и всегда с Господом так будем. Но пока мы на этой земле, Он дает своим ученикам такой образ, в котором показывает, что Он будет приходить. И вот мы сидим на воскресном собрании, и мы говорим, Господи, мы готовы. Кто из вас молится на воскресном собрании, особенно, когда прославление идет, Господи, приди, приди, приди? Кто так молится? Да ладно, не все? Все, я думаю, все, да, так или иначе, может идти никакими словами, но да, мы просим, Господь, будь с нами здесь, приди, пожалуйста, к нам, и мы ожидаем, Господь придет. И что-то никак-то не так чувствуем. И как будто Он не приходит так, как хотелось бы. Мы понимаем, если бы Он сейчас пришел, Он бы так пришел, Он бы всех исцелил, Он бы все изменил. Господь, приди, мы тебя ожидаем, давайте дружнее петь, давайте, Иисус, приди! Иисус, приди! Дружно петь это хорошо, но вот как Он приходит, Он показывает в этой притче. И Он говорит, что Он придет не тогда, когда тебе будет комфортно на воскресном собрании, когда тебя будут все понимать, когда будет все в единстве, когда все так классно. Он говорит, я приду тогда, когда тебе не совсем будет удобно. Я приду, когда тебе захочется спать. Я приду, когда тебе по-человечески будет трудно. И я ожидаю, что ты меня будешь ждать. Я ожидаю, что ты будешь ожидать, когда я приду. Что ты сможешь быть восприимчивым не только, когда у тебя все хорошо, когда ты готов сейчас принимать присутствие мое. Нет. Нет. Я приду к тебе во вторую стражу. Это когда? С 9 до 12 ночи. Я приду к тебе в третью стражу. Это когда? Это с 12 до 3 утра. Это образы. Это может быть относиться к физическому времени, конечно, но это может относиться и не к такому времени, который мы понимаем. Это может быть просто образ к тому, что он придет, когда твое человеческое, оно не способно как будто сейчас воспринять его. Ты чем-то занят настолько сильно, ты чем-то увлечен настолько сильно, и вдруг ты услышишь, как он постучит. Вы читаете то, что он говорит здесь? Чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Это значит, ты готов тотчас переключиться. Это значит, что его присутствие в твоей жизни для тебя важнее всего, больше всего. Ты готов отложить все, что угодно. Если он постучал, если ты чувствуешь сейчас его призыв что-то сделать, если ты чувствуешь, что он тебе что-то говорит, ты готов оставить все. И он говорит, я ожидаю, что вы будете именно такими людьми, которые ожидают возвращения Господина своего. Которые готовы ожидать и в первую стражу, и во вторую стражу, и в третью стражу. Вы скажете, так трудно это. Одна сестра, сестричка наша помогла мне просто буквально вчера что-то большее увидеть. Она говорит, ну вот, когда первый раз я пришла в молитвенное время в субботу, я была настолько впечатлена. Я думала, всего 4 часа. Ну что это такое, 4 часа. Пролетело просто махом, как мгновение какое-то. Такое присутствие Божье, так здорово. Мне так нравится здесь. Давайте целый день сделаем. Да, правда, она так и предлагала. Давайте целый день. Почему? Мы говорили, потом репетиция, там потом сложно, туда-сюда объясняли. Она говорит, да нет, целый день надо. А потом, говорит, второй раз уже не так вот, не с таким восторгом. Но заканчиваются 4 часа, я понимаю, о, насытилась, все хорошо, все классно. Когда, говорит, я третий день, третью субботу пришла, то, говорит, я заметила за собой, что когда время приближалось к полк первому, я подумала, о, слава Богу, сейчас будут свидетельства. Потому что в конце молитвенного времени с пол первого до часа мы берем полчаса, чтобы каждый мог поделиться своими откровениями. И она говорит, я поняла, я не хочу, мне трудно дальше. Когда, говорит, четвертый раз она пришла, говорит, я еле высидела. Она меня спрашивает, что со мной? Почему не так? Знаете, когда она говорила, мне тут же вспомнилось это слово, которое говорил Иисус, обращаясь к своим ученикам. Там, в Гефсиманском суду, когда было так трудно для него, и было трудно для его учеников, и он просил учеников, пободрствуйте со мною, помните? Почти все слова, когда он говорил, пободрствуйте, когда Иисус так говорил к ученикам, он имел в виду о втором пришествии его. Но в этой ситуации, это, наверное, одно или одно из двух местописаний, где Иисус в другом контексте говорил, он говорил, пободрствуйте со мною. Просто не поспите, побудьте со мною здесь, в моих страданиях, в моих трудностях сейчас. Побудьте со мною, не усните, пободрствуйте. И потом он сказал эту важную вещь, которую, я думаю, что ученики тогда не способны были воспринять правильно и услышать правильно. Он сказал, плоть немощна, а дух бодр. Плоть немощна, дух бодр. Сколько у нас есть инициатив, сколько начинаний, которые начинаются просто на ураном. Кажется, мы горы готовы передвинуть, мы готовы сделать все, что угодно, мы хотим служить Господу, и вот мы что-то начинаем делать. Плоть один раз, второй раз, третий раз, а потом плоть сдувается. Помните, нам тут шарик показывали? И вот плоть тоже сдувается. Эмоции заканчиваются, чувства заканчиваются. Это как в браке тоже. Сначала влюбленность такая, все, вот наша прекрасная пара, вчера я им говорил подобные слова, влюбленные, все, кажется, все, нам море по коленам, мы готовы навсегда по жизни. Проходит какое-то время, какая-то трудность, какое-то испытание. Человеческое заканчивается, дорогие, человеческое быстро заканчивается. Эмоции быстро заканчиваются. Наш ограниченный разум очень быстро перестает понимать, зачем нам это надо. Наш человеческий разум очень быстро дает нам ответы, почему нам это не надо и чем мы это можем заменить. Иисус говорит, дух бодр, плоть немощна. Ученики находились рядом с Иисусом Христом в тот момент, и они себе таки объяснили, почему они все-таки могут спать. Причем один раз Иисус сказал, второй раз сказал, они как спали, так и спят. Пробудятся, послушают, он уходит молиться, а не дальше спать. Мы легко по-человечески себе объясняем, почему мы должны остановиться в том призвании, которому Бог нас призывает. Почему мы должны перестать делать то, что однажды взяли перед Господом. Ту ответственность, которую взяли перед Господом. То посвящение, которое взяли перед Господом. Ту молитву, то обещание. Дух Святой, напомни сейчас, пожалуйста, каждому из нас эти обещания перед лицом Твоим. Плоть немощна, но дух бодр. И дух включается, когда ты соглашаешься принять этот вызов. Бодрствуйте. Я думаю, что в этом слове призыв не просто к человеческим усилиям. В этом слове есть обетование. Бодрствуйте, и я приду туда. Бодрствуйте. Согласитесь не остановиться. Согласитесь искать меня. Я приду, ваш дух. Я сделаю вас сильнее, чем просто плоть ваша человеческая. Я открою вам больше, чем просто разум может человеческий понять. Я наполню вас своими чувствами, которые будут больше, чем ваши чувства плотские. Бодрствуйте. Не остановитесь. Ожидайте. Я наполню вас своим присутствием. Говорит Господь. Я хочу прочитать вам последнее местописание. Послание Колоссянам, 3 глава. Скажите, бывало у вас такое, что вот вы что-то делали, делали, делали. И вроде вас попросили, это важно. Вы делали, делали. У вас такое чувство, что это никому не надо. И вы думаете, ну это никому не надо. Ну что я опять буду то же самое делать? Кому знакома такая ситуация? Ого. Вот не ожидал. Но это правда. Это реальность. То есть ты носил зонтик, носил, носил. Дождя нет и нет. Как зонтик только положил, дома оставил, так дождь пошел. Братья, на машине ездим, ездим, грязные, грязные. Думаю, ну сколько можно, надо помыть. Помыли, дочь к вечеру пошел. Думаю, зачем мыл? Это речь о том, что мы не знаем времена и сроки. Мы не знаем. И не наше дело, оказывается, сказал Иисус, знать времена и сроки. Наше дело хранить свою верность, бодрствовать, чтобы не оставить то, что мы взяли. Чтобы посвящение свое не бросить. Чтобы не оказаться неверными. Не наше дело знать времена и сроки. Наше дело стоять перед Господом. Я прочитаю вам это послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И все, что вы делаете, словом или делом, все, абсолютно все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен. И не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Почему? Это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы во всем. Начальство давайте перенесем на наше время. Будьте послушны во всем начальникам своим, по плоти. Не в глазах только служа им, как человека угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаяние, в награду от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Драгоценное. Пусть это утро будет утром обновления. Утром обновления посвящения Господу. Утром, когда мы скажем Господе, мы признаем, что наша плоть немощна. И мы просим Тебя, помоги нам бодрствовать. И помоги нам не пропустить, когда Ты постучишь в нашу дверь. Помоги не пропустить, Господи, когда Ты приходишь в какую-то ситуацию. Мы доверяем нашу жизнь Тебе. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы поклоняемся Тебе. Бог Великий, мы просим Тебя, освящай нас сейчас, пожалуйста, освящай нас, Бог Всемогущий. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, Господь, чтобы нам видеть не просто человеческими глазами, и мы нуждаемся в том, чтобы нам увидеть Твоими глазами. Господь Великий, мы ожидаем Тебя. И мы ожидаем Тебя не только здесь. Мы ожидаем, Господи, что Ты пойдешь с нами дальше, в завтрашний день, в послезавтрашний день. Господи, мы молимся Тебе, чтобы быть этими людьми, которые ожидают Тебя во всякое время, когда удобно и когда неудобно, когда выгодно или невыгодно, когда есть время или когда нет, кажется, времени. Господи, мы ожидаем Тебя, потому что Ты полноправный Господин нашей жизни. Мы посвящаем свою жизнь Тебе. Мы посвящаем свою жизнь Тебе, Господь. Аллилуйя, спасибо Тебе. Господи, когда будут заканчиваться наши человеческие силы, когда наша плоть, которая немощна, не захочет больше слушаться нас. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил нас Твоим присутствием. Мы просим Тебя, Господь, чтобы наш дух был соединен с Твоим Духом. Мы молимся Тебе, чтобы от Тебя принимать силу, чтобы от Тебя принимать бодрость, чтобы от Тебя, Господь, иметь разум и чувства, и все, что нам нужно. Господи, пожалуйста, говори в нашу жизнь. Пожалуйста, продолжай приходить в нашу жизнь. Во всякое время, как Ты хочешь, мы благословляем Тебя. Мы прославляем Тебя, Бог наш. Мы возвеличиваем Твое имя святое, всемогущее, Господь. Мы молимся вместе с Духом Святым, как невеста Твоя, и говорим, гряди, Господь, приди, Господь. Мы не хотим быть в категории людей, которые воспринимают Твое пришествие, как вор, который подкапывает дом. Господи, мы знаем, что только Ты можешь обогатить нас. По-настоящему мы хотим собирать эти сокровища нетленные. Мы хотим собирать сокровища, которые вор не сворует, которые ржавчина не истребит. Сокровища на небесах. Господь всемогущий, пусть вся наша жизнь, пусть каждый наш день будет принадлежать Тебе, для того, чтобы собирать эти сокровища, для того, чтобы однажды, увидев Тебя, быть готовыми к этой встрече и возрадоваться, зная, что Ты обогащаешь нашу жизнь на этой земле, зная, что Ты обогащаешь нашу вечность. Бог, мы благодарим Тебя. Мы благословляем Твое имя святое. Мы благословляем Тебя. Субтитры сделал DimaTorzok